Мои любимые косички. Очень эффектные и очень простые в исполнении, если знать, как это делается. Я поделюсь с вами этим секретом. Вопрос. Как спрести косичку, если три полоски соединены и сверху, и снизу? Очень просто. Нам понадобится прямоугольный отрезок плотной кожи. Кожа для заготовок может быть разной толщины и плотности, но не слишком тонкая. Ширина браслета по вашему желанию. Разделим эту ширину на три части. Аккуратно сделаем две прорези. Они разделят середину заготовки на три равные полоски. Я рассчитала примерную длину и ширину браслетов и ширину внутренних полосок в зависимости от толщины кожи и количества циклов переплетения косичек. Посмотрите, на листочке в клеточку все расчерчено записано. Заготовки из кожи толщиной больше двух миллиметров лучше замочить перед плетением. Вода смягчит кожу, вести станет удобнее. Пока кожа сырая, можно придать красивую форму косичке. Угружаем заготовки в воду и ждем. Когда заготовки хорошо промокли, достаем их и немного обсушиваем полотенцем, просто чтобы вода не стекла. Берем узкие крайние полоски левой и правой рукой и начинаем клести. Правая к левой, левая к правой. Хвост во вторую прорезь. Дальше. Правая к левой, левая к правой. Хвост в первую прорезь. Вот у нас оба хвостика браслета в одной плоскости. И уже есть косичка с первым циклом плетения. Но она распадается на две части. Если бы прорезь была короче, можно было бы оставить косичку с одним циклом. Выполняем промежуточный этап. Выравниваем полоски, как бы выводя на нулевой шаг второго цикла. Правую к левой, левую к правой. Так, чтобы к хвостику полоски подходили ровно и косичка сместилась в верхнюю часть. Хвостик никуда не переворачиваем. И дальше повторяем первый цикл плетения. Правая к левой, левая к правой. Хвост во вторую прорезь. И опять правая к левой, левая к правой. Хвост в первую прорезь. Снова промежуточный этап. Выравниваем полоски. Выходим на нулевой шаг третьего цикла. Правую к левой, левую к правой. К хвостику полоски подходят ровно. И дальше опять повтор плетения. Правая к левой, левая к правой. Хвост во вторую прорезь. И снова. Правая к левой. Левая к правой. Хвост в первую прорезь. Выравниваем. Распределяем плотность плетения, чтобы косичка была равномерной. Пока косичка сырая, мы можем ее сформовать, как нам нравится. Когда браслет высохнет, это будет сложнее. Можно сформовать браслет по форме руки. Чтобы было легче, я для себя считаю так. Раз, два, во вторую переворот. Раз, два, в первую. Раз, два, три, четыре. Во вторую переворот. Раз, два, в первую. Может быть, поначалу непросто, но все получится. Расправляю и распределяю плетение равномерно. Можно фокусы показывать, можно детей или друзей удивлять. Предложить им такую головоломку. Разгадать секрет косички. А можно самим научиться плести, а потом научить других на занятиях, творческих студиях или детских кружках. Браслеты из кожи всегда стильные и популярные. Они вне времени и нравятся детям и взрослым. Для того, чтобы пожестче зафиксировать форму браслета, можно с изнанки, со стороны бахтармы, пройтись жидкоразведенным клеем ПВА. Я стараюсь, чтобы раствор клея не выходил на лицевую сторону. Это может повредить отделке внешней страхмы. Дальше плетение из более мягкой кожи и изготовление креплений. А пока поставьте лайки и подпишитесь. Синяя кожа тоже толщиной 2 мм, но она мягкая. Из этой заготовки можно плести браслет насухо, не вымачивая кожу. Также плетем по нашей считалочке. Раз, два, во второй переворот. Раз, два, в первый. Раз, два, три, четыре, во второй переворот. Раз, два, в первый. Раз, два, три, четыре, во второй переворот. Надеюсь, уже все понятно. Или все-таки есть затруднения. У меня появилась еще одна идея, как можно нагляднее показать плетение. Напишите. И я сделаю еще одно видео. Разложу прямо по шагам. В цвете. Все плетение. Ну, может и так все понятно. Дайте обратную связь. Я только начинаю делать мастер-классы и хочу, чтобы они были доходчиво, просто и понятно изложены. Вот такие косички для браслетов у меня получились. Если изначально разделить заготовку на шесть или девять ремешков и плести по этому же принципу, только удерживая в руке вместо одной, две или три полоски, могут получиться более сложные и интересные плетения. Я разложила браслетики по порядку, начиная с одного цикла плетения, потом два, дальше три цикла по нарастающей. Края браслета закругляю стамеской. Чтобы эти заготовки стали браслетами, им не хватает крепления, застежки. Сейчас мы их будем делать. У меня есть кожные шнуры. Как их сделать, я показывала в уроке режем и краем. Ссылка на него будет в конце видео и в описании. Отмеряю шнурок. Не длинные и не короткие. На несколько браслетов я поставлю кнопки. Пробиваю отверстия под шнурки и под кнопки. Длина шнурка примерно в полтора или в два раза длиннее браслета. Так, чтобы можно было просовывать руку, но чтобы при застегнутом браслете хвостики не оставались слишком длинными. Шнуровка может быть через одну или через две дырочки. Чтобы закрепить хвостики шнурка, буду использовать кружки из толстой кожи. В мокрых кружках делаю отверстия диаметром 5 миллиметров. Теперь это такие толстенькие колечки. Для надежности крепления возьму два получившихся колечка. Продеваю шнурок. Помогаю себе шилом. И это может быть затруднительно. Но нам и надо, чтобы колечко удерживало шнуровку. Также протягиваю два шнурка через второе колечко. Края шнурков замачиваю. Так мне будет удобно завязать на них узелки. На края шнурков тоже надеваю по колечку. Завязываю узелки и туго затягиваю. Когда узелки высохнут и затвердеют, они будут очень прочно держаться и вряд ли когда развяжутся. Так же делаю крепления и на других браслетах со шнуровкой. Эти кружочки отходы производства. Раньше в центре Москвы, кажется, на Шаболовке, был завод, который делал какие-то технические фильтры из толстой кожи. И отходы, обрезки от вырубки, и круглые в том числе, продавались за копейки. Тогда кожу не так легко было купить, и мы работали с этими обрезками. И первые украшения я тоже делала из этих обрезков. Из кружочков и колечек тоже много чего можно интересного сделать, но это уже другая история. Крепления туговаты, но это хорошо, крепче держать будут. А со временем они разработаются. Такие крепления хороши тем, что делают браслет безразмерным, но любую руку. Завершать шнурки можно просто узелками. Я много работала с детьми, и у них тоже получались чудесные косички. Эти браслеты сделали ребята на мастер-классе в день города. Запоминайте считалку, и у вас тоже получится. Раз, два, во второй переворот. Раз, два, в первую. Раз, два, три, четыре, во вторую переворот. Раз, два, в первую. И так дальше. Плетение вообще очень интересная тема. Очень много чего можно сплести, и многие вещи можно украсить роскошным плетением. Если вам это тоже интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Будем продолжать. Надеюсь, у вас будут такие же красивые косички. Если нет, тренируйтесь. Обязательно получится. Спасибо за просмотр. Напишите, что у вас получится. Задавайте вопросы. До встречи в следующем видео.